В моменте кунта на ванту «Нгновения вечно сомняют друг друга» Именно так говорил древнеримский поэт Авидий. И под этим он, конечно же, подразумевал настротечность времени. Что же такое время? Как говорят философы, время — это бесконечный поток, стремящийся из прошлого в настоящее, а затем и в будущее. Тот самый драгоценный подарок, данный нам для того, чтобы стать уверенней и лучше, совершенней. Но человек не ограничивается одним настоящим. Он обязательно смотрит в будущее, в ожидании того, что оно вскоре настанет. Или, напротив, смотрит в прошлое, пытаясь удержать его, а оно все, утекает. Также и Чарльз Танкерейт смотрел в оба эти направления при создании уникальной рецептуры своего великолепного джина Танкерейтен. Смотря в прошлое, он видел старые и проверенные временем ингредиенты, типичные для джинов тех лет. Это, конечно же, можжевельник, кориандр и дягив. Находясь в настоящем, он мечтал создать выдающийся рецепт и задать новый стандарт качества в производстве джина. И, конечно же, смотря в будущее, господин Танкерей хотел использовать такие неклассические элементы, как грейпфрут, апельсин, лайм и, конечно же, ромашка. Для того, чтобы подчеркнуть цветочные ноты напитка, я решил использовать алтайский ромашиковый мед. Ведь мед – это одна из важнейших составляющих русской кулинарии. Издревле на Руси из него делали разнообразные напитки и блюда. Алтайский край по сей день хранит традиции и культуру производства меда. Для того, чтобы дополнить цитрусовый вкус напитка, я буду использовать отнюдь не цитрус, но продукт с не меньшим содержанием витамина С. Что это может быть, спросите вы? Конечно же, облепиха. Ведь в природных условиях, благоприятных для ее произрастания, она часто встречается в Сибири. И, конечно, облепиху с давних пор наши предки использовали для борьбы с простудой и другими болезнями. Я обесцветил облепиху с использованием современных техник, но без потери полезных веществ. Итак, дамы и господа, перед вами квинтэссенция прошлого, настоящего и будущего. Коктейль against time.